Шампунь, стиральный порошок, зубная паста. Все выставляется в определенные зоны. Подготавливаются тележки, пакеты. То есть проходим один раз с людьми, показываем. Показали и нам. Это фасовка уже продуктовых наборов. Принцип одинаков, как на конвейере. Все в шаговой доступности. Два человека идут с тележкой и формируют пакеты. Работаем со вторым номером. Сейчас я объясняю, поэтому я сюда одну не кладу. Вообще тот, кто тянет телегу, он кладет одну банку, второй номер, докидывает две. После того, как соберут весь набор, дают на выдачу. Опыт еще со времен атак на Шебекинский округ. Это с июня у нас здесь такая система работала. Потом, когда ситуация облегчилась, сейчас ситуация снова изменилась и этот метод снова актуален. Среди волонтеров Николай Бутов, директор одной из школ областной столицы. Параллельно с работой на пункте сбора гумпомощи для граеворонцев, участвует в организации поездки своих учеников на базы отдыха в другие районы. Уже 10 субъектов страны предложили принять наших белгородских детей на три недели. При необходимости срок продлят. Работаем со списками детей на отправку в лагеря. Плюс вот сейчас здесь, следом сейчас еду в школу тоже решать определенные там хозяйственные задачи. А потом обратно сюда. Зов, сердце. Люди в такой печальной ситуации. Следовательно, если можно им чем-то помочь, хотя бы вот руками дополнительно. Почему нет? 10 тысяч индивидуальных наборов для жителей Граеворона и еще 15 населенных пунктов. Для людей, которые на время покинули свои дома, но не живут в ПВР. Помощь собрали совместно с силами правительства региона и партии «Единая Россия». Мы справляемся, но будет помощь любая, мы всегда готовы. Тем более коллеги предлагают не только продукты питания, а это и стройматериалы, которые сейчас необходимы при восстановлении жилья. Это такие ряд других вещей, которые крайне необходимы в этой ситуации. Как отметил спикер областной думы, такая поддержка будет оказываться и дальше. Напомним, жители отселенных Граеворонских территорий уже с завтрашнего дня могут получить наборы в администрации любого муниципалитета, предъявив паспорт с пропиской. Богдан Арисланов, Александр Сусоев. Такой день на Мире Белогорья.